Здравствуйте, меня зовут Долганина Ольга Андреевна, и я клинический психолог и когнитивно-поведенческий терапевт. И сегодня мы с вами поговорим про ревность в отношениях. Нормально ли испытывать ревность в отношениях? Ревность — это комплексная эмоция, которая может включать в себя страх потери отношения, беспокойство за близкого или неуверенность в себе. Она может проявляться в различных формах, от легкой тревоги до сильного страха и гнева. И важно помнить, что ревность может быть вызвана как внешними факторами реальной угрозы отношению, так и вашими внутренними показаниями, например, неуверенностью в себе. Зачастую испытывать ревность — это абсолютно нормально, только тогда, когда есть реальная угроза отношения. И на самом деле ревность делится на здоровую функциональную и нездоровую дисфункциональную. Здоровая ревность служит симптомом обсудить ваши отношения, выяснить причины этого чувства и понять, как двигаться дальше. Нездоровая ревность приводит к контролю, манипуляции и проблемам в отношениях. Итак, почему мы ревнуем? Основные причины. Первое — это неуверенность в себе. Человек может сомневаться в своей ценности для партнера. Второе — это предыдущий опыт. Травмы из прошлого, такие как измены или предательство, могут вызывать повышенную чувствительность к ревности. И третье — сравнение себя с другими может привести к чувству неполноценности и, как следствие, к ревности. Как справиться с ревностью? Первый шаг к управлению ревности — это признание своих чувств. Не стыдитесь их, они действительно могут быть. Главное — разобраться в них и понять их причину. Вы можете взять лист бумаги и прописать, какие действительно реальные факторы провоцируют ваши чувства, чтобы потом уже с этим листком вы могли обратиться к партнеру и обсудить возможные степени влияния на ваши чувства. В диалоге с партнером крайне важно не уходить в обвинения, лучше озвучить свои чувства и их причину. Постарайтесь максимально спокойно обсудить факторы, которые вызывают у вас беспокойство, чтобы получился максимально теплый и понимающий диалог. Еще один важный способ справляться с ревностью — это работать над своей самооценкой. Ревнивым людям действительно может казаться, что как будто бы они недостойны отношений или как будто бы они вовсе не важны и не нужны. И именно поэтому они стремятся контролировать партнера. Для того, чтобы справиться с этими убеждениями, старайтесь разнообразить свою жизнь и свое окружение, чтобы весь смысл вашей жизни лежал не только в отношениях с партнером. Исключите контроль. В жизни каждого человека, какими бы близкими ни были ваши взаимоотношения, всегда будут другие люди. И это совершенно естественно. Именно поэтому пытаться контролировать или запрещать партнеру с кем-то общаться совершенно бессмысленно. Лучше работайте над качеством ваших отношений. Именно это будет основа доверия в ваших взаимоотношениях. Если же ревность становится непреодолимой и начинает разрушать ваши взаимоотношения и вашу жизнь, пожалуйста, обратитесь к специалисту.